Девушки отдыхают В разгар свадебного веселья жених покинул свою невесту, бенигнув фон Тротто Трейден, и уединился со своей любовницей Анной, герцогиней Курлянской. Милой Эрни, сказала Анна, эта свадьба не конец наших отношений, а начало. Отныне я, ты и моя верная фрейлина Бенигна никогда не расстанемся. Все будем делить вместе, и печаль, и радость, я обещаю. И действительно, этот странный тройственный союз будет существовать до последних дней ее жизни. И дети, родившиеся у Анны от любовника, будут считаться для всех детьми бенигны, помимо ее собственных. Никто не мог предположить тогда, что эти двое влюбленных из-за холостной металлы, Анна и Эрни, через восемь лет будут вершить судьбу всей России. КОНЕЦ Петр Первый, желая перестроить отсталую Россию на западный манер, покровительствовал наукам и искусствам. Так, по рекомендации Франца Лефорта, верного сподвижника Петра, был принят ко двору французский живописец Луи Каравак. КОНЕЦ Художник усердно трудился, поражая двор виртуозным владением кисти. Он писал портреты императора и его семьи. Участвовал в оформлении всевозможных празднеств и фейерверков. Политика Каравака не интересовала. При дворе он был почитаем и любим. А им, что еще нужно художнику, и Каравак навсегда останется в России. 19 января 1730 года 14-летний император Петр II, внук Петра Великого, умер, не оставив завещания о престолонаследии. Верховный Тайный Совет, состоящий из знатных людей России, долго решал, кого же избрать на русский трон. Выбор пал на племянницу Петра I, Анну Иоанну. Однако Совет решил, по предложению князя Дмитрия Михайловича Голицына, ограничить новую императрицу в ее правах. То есть все основные вопросы в государстве решать только с согласия Тайного Совета. Кроме того, Совет обязал Анну приехать в Россию одну, без ее любовника Берона, о котором в Петербурге были уже наслышаны. Нам временщик не нужен. С нас хватило Меншикова, сказал Голицын. В Совете не предполагали тогда, какую судьбу они уготовили своим выбором себе и России. В Митаву прибыл Ганец. Анна прочитала послание и обомлела. Она, обреченная всю жизнь прозябать в этой убогой провинции и не помышлявшая о троне, стала императрицей. Анна согласилась с условием Совета. По прибытии Анны в Петербург при дворе начались волнения. Как смеют верховники помыкать матушкой государыне? Не допустим этого. В защиту прав Анны выступили многие, и среди них Остерман, граф Головкин, архиерей Теофан Прокопович. И тогда Анна решилась. Порвала ограничительные условия. Теперь она самодержится и вольна делать все, что пожелает. Первым делом она вызывает из Митавы ко двору перронов. И вскоре все лица, возведшие Анну на престол, только пожалеют о своем выборе и будут жестоко наказаны. Писать коронационный портрет Анны Ивановны было поручено первой кисти России, караваку. Художник очень старался оправдать высочайшее доверие и портретом созданный одно из самых превосходных изображений императрицы. Парадный по своему духу, он исполнен высочайшего мастерства как по отделке деталей, так и по общему впечатлению. И все же, несмотря на всю виртуозность кисти, скрыть истинное нутро самодержится к караваку не удалось. Идолом возвышается она над своими подданными, над Россией, неумолимой всеподавляющей силой, словно мертвая вода из народных поверьев. Наталья Борисовна Шереметьевна, присутствовавшая при торжественном въезде Анны в Москву на коронацию, так описала ее портрет. Престрашного она была взору. Рябое мужицкое лицо имя была чрезвычайно толста и так велика ростом, что когда меж кавалеров шла, всех была наголову в уши. Наталья Борисовна была невестой Ивана Алексеевича Долгорукова, одного из тех, кто желал ограничения власти Анны и который был против приезда Берона в Петербург. Впоследствии, попав в опалу, Долгорукий был сослан с березой. И Наталья Шереметьева, не пожелавшая расстаться со своим возлюбленным, последовала за ним. Жестокий и мстительный Берон спустя девять лет все же настоит на своем и обидчика казня. Зайдя на трон, Анна Ивановна передала бразды правления своему фавориту Эрнесту Берону, а сама развлекалась, как могла, в компании шуток, коллег и уродов. Об одном из увлечений императрицы, охоте, часто писали газеты. На прошлой неделе императрица застрелила кабанам, а вчера с первого же выстрела поразила медведя. Она достигла в стрельбе из ружья таких результатов, что и птиц бьет в лед. По свидетельству современников, Анна очень любила собак, и Берон завел для нее в имениях псарни. Щенят же для императрицы кормили грудью крепостные женщины. Вообще, Анне были свойственны весьма грубые забавы. Например, на потеху двора устроить первую брачную ночь для своих шуток в ледяном доме. Однако иногда ей приходилось отвлекаться от развлечений. Как-то императрицы донесли неприятное известие относительно Елизаветы, дочери Петра Первого. Вызвав к себе Берона, Анна заявила, в последнее время Елизавета завела много друзей. «Да и ты, друг мой, с нею слишком любезен. Не задумал ли чего худого? Надобно бы избавиться от нее, от греха подальше, выдать замуж за такого принца, от которого опасения трону быть не может, а до тех пор следить за каждым ее шагом». Но судьба распорядилась иначе. Подходящего жениха найти не удалось, и Елизавета Петровна осталась при дворе и дождалась своего часа, когда взошла на российский кресток. Но это будет еще не скоро, а пока Анна создала себе надежный щит из немцев. Берон ее фаворит. Остерман опытный и хитрый политик. Миних осторожный фельдмаршал. Дорого стоило России их правление. Войны, проводимые в правлении Анны, не принесли пользы России и был подписан унизительный мир с Турцией, запрещавший русским иметь свой флот на Азове. Но за селью немцев при дворе зреет оппозиция. И возникает заговор, во главе которого Волынский. Об этом стало известно Берону, и он требует у Анны выдачи Смутьяна. Но императрица почему-то медленно. Тогда разгневанный Берон решается на опасный для себя шаг и заявляет Анне, «Или отдай мне Волынского, или я ухожу». Государь не напугана и выдает Волынского фавориту. Но, несмотря на пытки, Волынский не предаст своих соотечественников и будет казнен. Анна Иоанновна тяжело больна. В своем завещании она назначает преемником двухмесячного сына своей племянницы, Анны Леопольдовны. Но кто же будет регентом при Иоанне VI до его совершеннолетия? К немалому удивлению двора Анна долго не решалась назначить регентом Берона. Но за день до своей смерти 16 октября 1740 года она все же подписала указ о его назначении, «Ин, сказав на прощанье фавориту, вот, милый Эрни, ты и достиг того, чего всегда так страстно желал. Но в этом не спасение твое, а погибель. Уж слишком много бед ты принес России». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok